Сегодня, братья и сестры, мы приобщимся к общецерковному торжеству, торжеству неба и земли, потому что мы вспоминаем святителя Нектария Игинского, который во многом подобен святителю Николаю Чудотворцу, и сразу вспомним, что когда он только-только вот перешел в иной мир, а умер он в простой бедной больнице, и вот стали наспех его переодевать, то снимали с него одежду и положили на соседнюю кровать, где лежал парализованный больной. И как только одежда святителя прикоснулась к этому парализованному, он тут же исцелился и поднялся. Представляете, вот святой Нектарий только-только сам от тяжелой болезни покинул мир, а его одежда уже чудотворна, она уже пронизана благодатью Божией, исцеляет, и когда его несли хоронить, то тело его благоухало, и мира собирали уже, чудотворный мир, а когда его тело клали в гробницу, то одна девочка положила туда цветы, букет цветов, незабудки, и вот прошло пять месяцев, потом открыли гробницу, а цветы сохранили свою свежесть. Вот так благодать Божия явно проявляла себя, и мы начали с конца, с конца вроде бы жизни святого, потому что кончина, земная кончина святых – это начало. Это начало подлинной небесной жизни, где святые с небес уже начинают всем помогать, и вот даже во время Второй мировой войны, когда немецкие летчики летели в этом направлении, вот где остров Эгина, они хотели бомбить остров Крит, и, ну, бомбить вот эти вот греческие острова, и оказалось, что они вообще не видят острова Эгина, то есть он просто как будто скрылся перед их глазами, вот потом они об этом рассказывали, потому что святитель Нектарий, он покрыл свой остров, он его сохранил, и вот святитель Нектарий, он как святитель Николай – чудотворец, и поэтому поражает вот его такая доброта, искренность, открытость, и вот кто хочет узнать, каким был святитель Николай при жизни, конечно, есть его житие, да, но чтобы как-то вот подробности, может быть, особенности характера, то обязательно изучайте житие святителя Нектария Эгинского, и вот он родился в 1846 году, конечно, это греческая была семья, но на территории Турции, то есть вот те территории, которые когда-то принадлежали Греции, потом там Турецко-Османская империя, и вот селение такое простое, бедное селение под названием Селиври, там рождается святитель Нектарий, но семья многодетная, имя его было сначала Анастасии, он родился пятым ребенком, а потом еще шестой родился ребенок в этой семье, и вот греки в Турции, они были притесняемы, но сохраняли благочестие, искреннюю веру, то есть это исповедники христовой веры, потому что христиане были гонимы, а родители, они исповедники, и своих детей с малых лет уже приучали песнопением, водили в храм, а святитель, вот еще тогда маленький Анастасий, он когда возвращался с храма, он поднимался на стул и по памяти пересказывал проповедь священника, которую он слышал, то есть представляете, вот он маленький, встает, ему хочется проповедовать, он уже по памяти запоминал псалмы, особенно любил 50-й псалом, и часто произносил первый стих «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей». Ну, а ему-то еще семи лет не было, какие там грехи, да, но все равно вот это духовное песнопение, 50-й псалом настолько касалось его души, что он произносил это, а еще любил другой стих «Научу беззаконные путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся». То есть уже с детства у него такое стремление просвещать других людей. А еще он очень хотел учиться. Многие дети не понимают ценность учебы, да, и не хотят ходить в школу, а вот он пошел вначале в простую сельскую школу, это какие-то первые такие азы, а потом все, денег нет, средств не имеется, куда пойти, как быть. И какое-то время он работал, трудился, помогая родителям, и вот когда ему 14 лет, а отец его уже ослеп, то Анастасия решает отправиться на заработки в Константинополь, чтобы заодно получить там учебу, образование, и он приходит, хочет отплыть на пароходе, маленький пароход должен был отправиться, а денег-то нет, и вот он просит капитана, говорит, можно мне вместе с вами добраться до Константинополя, но вот денег у меня нет, я из бедной семьи, а тут ему так насмешливо отвечает, пойди-ка ты, парень, прогуляйся, а потом приходи. И понимает Анастасия, что его никто не собирается брать на этот пароход, и вот все зашли, а он стоит на берегу, капитан тоже подымается, и заводит двигатель парохода, а пароход с места не трогается. То есть, что такое происходит, никто не может понять, капитан потребовал, чтобы там прибавили ход, движение, не отплывает пароход. И вот он видит, как стоит этот отрок, подросток на берегу, смотрит печальными глазами, и что-то в душе этого капитана сказал ему, что надо все-таки взять с собой этого мальчика, и он им говорит, все, иди, давай, подымайся. И как только он зашел, тут же пароход отправился, тут же он поплыл. Получается так, что Господь уже тогда помогал ему своей благодатью, и вообще, конечно, не нужно пренебрегать такими простыми открытыми душами, которые искренне хотят учиться, которые хотят приносить какое-то добро, и вот таких людей, конечно, тоже надо поддерживать. А как только Анастасий прибывает в Константинополь, то он не знает, где устроиться, и получилось так, что он устраивается работать в табачную лавку. Вот представляете, да, что ведь табакокурение – это грех, это вредит здоровьем, но оказывается, тут же может быть присутствовать вот рядом святой человек, который сам не курит, который не имеет никакого отношения к этой злой страсти, но он вынужден здесь трудиться. И были даже такие моменты, потому что Анастасий, он очень любил святых отцов, и он записывал разные духовные мысли святоотеческие, а потом и свои тоже мысли на какие-то духовные темы. И первая бумага, на которую он записывал, это была именно сигаретная бумага, такая обертка, в которую могли складывать вот эти вот сигареты, там табачные изделия, и вот так вот он распространял, и люди, которые приходили вроде бы за курением, они раскрывали вот эту бумагу и читали духовные мысли, может быть, это как-то действовало на них. И вот проходит небольшое время, у него изнашивается обувь, он уже ходит босиком, одежда его там дырявая, и вот он не знает, что делать, и тогда, ну вот это такой интересный случай, он решает написать письмо Господу Иисусу Христу. Вот я не упомянул, что еще в детстве в деревне его называли простаком, вот ради вот такого простого, доброго такого, может быть, немножко наивного нрава. И вот здесь, хотя ему уже 14 лет, вот проявляется такая простота, немножко наивность, но всецелое доверие Господу. И он действительно садится и пишет письмо, которое на конверте написал Господу Иисусу Христу на небеса. Как будто на почте там кто-то будет действительно на небеса отправлять это письмо Господу. И он изложил свои простые просьбы на бумаге, что у меня совершенно там износилась одежда, нет обуви, мне нужен фартук для работы. И вот он запечатывает, отправляется на почту, а по пути, по пути ему случайно встретился сосед-торговец, который в соседней лавке торговал, и тот говорит, ты куда идешь? Да я вот на почту, а я как раз в ту сторону, давай я отнесу письмо. И вот этот сосед берет его конверт, относит и перед тем, как уже кинуть в почтовый ящик, он просто вот обратил внимание, а там написано Господу Иисусу Христу на небеса. Он так удивился, что не выдержал, открыл и прочитал. И оказалось, что вот эти вот просьбы, что мальчик не имеет ни средства, ни одежды, и это его так вот затронуло его душу, что он отправил денежный перевод на имя Анастасия. И тот, когда получил, так обрадовался, что действительно как будто от самого Господа Иисуса Христа, а ведь на самом деле это же тоже промысл Божий. Вот помните, как там на деревне дедушки писал один мальчик письмо, да? Ну, одно дело на деревне дедушки, а здесь прямо на небеса Господу. И Господь действительно услышал, он промыслом своим помог Анастасию, и вот он покупает новую одежду, обувь, фартук. А хозяин его лавки, этой табачной, подумал, что он украл эти деньги, и не просто его стал ругать, а даже бить. И вот подымается шум, Анастасия кричит, что это вот сам Господь мне послал средства, а тот кричит, какой Господь, где ты взял, у кого ты украл? И услышал как раз сосед, который отнес это письмо, и который снабдил его средствами. И вот тогда он прибежал уже в лавку, вынужден был рассказать, что это именно он помог, а точнее Господь вразумил его помочь Анастасию. И вот так вот ситуацию удалось преодолеть. И, наконец, исполняется его желание, ему удается поступить в одну из константинопольских школ, православных, христианских школ, но чтобы там спокойно учиться, нужны же были средства, он вынужден там был и работать, как смотритель, он помогал в младших классах преподавателям, а сам при этом учился в старших классах. И, видимо, настолько вот у него была любовь к учебе, вот эта тяга к образованию, что он сам решает стать учителем. И когда ему исполняется 22 года, едет на остров Хиус, где устраивается в школе в обычной, и там вот преподает детям. Тут надо что сказать, что вот остров Хиус, конечно, это ведь 19 век, да, и в 1820-21 годах было греческое восстание, и потом турки, они очень жестко реагировали, и вот на острове Хиус они вырезали, уничтожили больше половины греческого населения. Поэтому там, конечно, в те времена было очень такое нелегкое существование, но вот Анастасий именно там уже свои первые духовные подвиги являет. Он постоянно молится, он ходит в храм. Он ест всего лишь один раз в день, и при этом отличается такой вот открытостью, добротой, отзывчивостью. Правда, был там один такой случай, не могу утаить, вот ему помогал один мальчик, готовил пищу, и как-то этот мальчик он не уследил, поставил на плиту обед, а там все сгорело, в общем. Ну и Анастасий, он, так сказать, немножко рассердившись, дал ему подзатыльник этому мальчику, а потом очень быстро раскаялся, и вот каялся пред Богом, и попросил у Бога, чтобы как бы вот в некое наказание он себе спросил, чтобы не чувствовать никогда больше вкуса пищи. То есть, вот раз я вот обиделся из-за какой-то там пищи испортившейся, то вот пусть будет так, чтобы я уже никогда не чувствовал вкуса пищи. И Господь исполнил его молитву тут же. Конечно, на самом деле, вот самые вкусовые ощущения, они тоже даны нам от Бога. И когда мы что-то кушаем, да, или вот там фрукты, ягоды, там клубника, какие-то вот прекрасные такие вот продукты, это тоже Божий дар, и это возможность приобщиться тоже вот радости сотворенного Богом мира, то есть, как бы наглядно так вот чувственно проявляемая Божья любовь в этих вот вкусах, вот созданных Богом ягод, фруктов, овощей и так далее. То есть, это, в этом нет ничего греховного. Но были святые, которые хотели подняться выше всего этого, и в итоге это способствовало их духовному преображению. И вот Анастасий, он проводит такой образ жизни и понимает, что уже он не может без Бога, и ему надо стать монахом. Он поступает в монастырь Неамоне, который там же, на острове Хиос. Сначала имя его в иночестве Лазарь, а потом через два года его уже в монашестве как Нектарий. Нектарий бессмертия. Первое имя Анастасии, Анастасий значит воскресенье, а тут Нектарий, то есть, напиток бессмертия, так вот буквально. Конечно, сам монах Нектарий, вот новопострижный, он продолжал еще мечтать, в хорошем смысле мечтать о образовании. Видимо, вот это с детства у него шло, то, что недополученное образование в детстве, оно выразилось в том, что хотелось и дальше. Вот он был учителем, но хотелось получить еще больше. И вышло так, что нашелся один человек, который решил как благотворитель помочь ему. И отец Нектарий едет в Афины на богословский факультет Афинского университета, и там учится, изучает усердно богословское образование. Кстати, впоследствии, святитель Нектарий, он написал очень много прекрасных духовных и даже богословских произведений. Их тоже можно читать, изучать, они весьма полезны. И вот представьте себе, что вот эта вот тяга к учебе, она к чему привела? К тому, что он учится, когда ему уже вот 35, 36, 37 лет, то есть уже больше даже 35. Казалось бы, там уже давно надо как-то с этим образованием покончить, забыть, а вот нет. Он как раз обучался, и, по-моему, к 39 годам завершает он вот это вот свое высшее образование. И тут вдруг, неожиданно, ему предлагают поехать в Александрийскую церковь. Дело в том, что вот греческий мир, он представляет собой некое единство. Вот взять там, скажем, что Константинополь, ну, конечно, Стамбул официально, или взять вот непосредственно Грецию, Афины, или вот сирийские территории, или Иерусалим и Александрия. Это все один греческий мир, и поэтому очень быстро кого-то могут где-то порекомендовать. И вот этот вот выпускник богословского факультета, святитель Нектари, тогда еще вот просто он иродиакон был, в сане диакона, он едет в Александрию, и там его с радостью принимает Александрийский патриарх Сафроний IV. Ну, поначалу с радостью принимает. Нуждался он, конечно, в таких образованных пастырях. А в Александрии, вот тоже не скрою, на тот момент, представьте себе, это целая поместная церковь, патриархат Александрийский, а у них в Египте всего лишь 30 храмов и 4 молитвенных дома. Потому что вот эти вот исламские завоевания, там, турецкое засилие привело к искудению православных храмов, приходов. И, конечно же, патриарх, он очень нуждался в образованных клириках, и он неожиданно находит для себя такую вот опору святителя Нектари, рукополагает его в иеромонахе. Потом он его быстро возводит в архимандрит, и даже дает ему такой титул «Верховный архимандрит Александрийской церкви», а потом вообще делает его своим наместником и возводит в митрополиты. А святитель Нектари становится митрополитом Пентапольским, и там он в Пентаполе восстанавливает храм, в честь святителя Николая Чудотворца. А другие-то смотрят. Приехал какой-то чужак с каких-то греческих территорий, вообще там родом с какой-то деревни, простак, как его называли в детстве, и тут вдруг патриарх его выдвинул за считанные полтора года, он просто на необычайную высоту. И поползли сплетни, зависть, клевета, и воспользовались тем, что на одном из обедов, кто-то вот, торжественных обедов, кто-то святителю Нектарию открыто пожелал стать следующим патриархом Александрийской церкви, и вот начали его обвинять в таком независимом характере, что он якобы ведет какую-то подрывную, внутреннюю подрывную, такую скрытую деятельность, и оговаривали его перед патриархом Сафронием. Кстати, патриарху Сафронию было тогда 90 лет, и все вот боялись, что он сейчас вот умрет, и тогда святитель Нектарий станет его преемником. Ну, тоже, к слову, патриарх Сафроний прожил еще 11 лет, представляете, 101 год прожил. Поэтому ждать, конечно, клеветникам пришлось долго, но им удалось чего добиться, что они все-таки оговорили святителя Нектария, и так как вот росла вот такая вот смута, то, ну, патриарх как бы уступил, и лично, конечно, он не имел ничего против святителя Нектария, но из-за этих вот склок он вынужден был его отстранить от должностей, и святителю Нектарию пришлось оттуда уезжать. Кстати, простые люди очень полюбили его и горевали из-за того, что он уезжает, и написали огромное благодарственное письмо, которое подписали сотни верующих людей, и вот он едет, плывет в Афины, а одно дело учиться в Афинах, как он учился, там обучался, другое дело попытаться устроиться, и тут вдруг оказывается, что он-то ведь по факту рождения гражданин Турции, а между Грецией и Турцией противостояние, поэтому все формально, ничего нельзя, то есть ты не можешь устроиться на работу, и даже будучи таким вот священнослужителем, епископом, а другие епископы тоже сторонятся его, потому что вот мы сказали, греческий мир, он един, и если где-то в одном месте ты становишься изгоем, то греки быстро сообщают там другим грекам, и те тоже боятся его как-то принимать в свое сообщение, и вот вышло так, что святитель Нектари, который по святому образу жизни своей отличался, был выше вот многих других епископов, он ими не был принят, и пытается устроиться хотя бы простым проповедником где-нибудь в храме, но и в этом ему отказывают, он, а кто отказывает, он же приходил к министру по делам религии, вот такой был особый отдел, и тот говорит, что вот нет, там нельзя, там формально не получается, и однажды весь в слезах, расстроенный он спускается по ступенькам от этого министра по делам религии, и тут навстречу ему идет мэр города Афины, увидел расстроенного епископа и говорит, что у вас случилось, что такое, давайте поговорим, и вот простая вот эта вот беседа, тот говорит, что вот даже мне не дают возможности проповедникам устроиться, и мэр тут же с ним пошел к этому министру, и договорился, и его устраивают проповедником в храм в Эвбее. Эвбее такая вот провинция, дело в чем? Дело в том, что вот в Греции не каждый священник может проповедовать, так же, как не каждый священник имеет право исповедовать, становиться духовником, поэтому там на все нужно и спрашивать разрешение, а так как святитель Нектарий, он был уже ученым, таким пастырем, и он очень любил людей, любил обучать духовным истину, то он и просил вот эту возможность проповедовать, и его направляют, но первая проповедь встречена прохладно, вот эти вот сплетни, слухи доползли до этих мест, во второй, когда второй раз через неделю проповедуют, тоже там один туда, в общем, гуляют по храму кто куда, не слушают его, и он расстроен и думает, что вот если через неделю меня не примут как проповедника, то я вынужден буду опять уехать. И в третий раз вдруг случилось чудо, просто дошли сведения от простых верующих Александрийской церкви, о том, что насколько он это любвеобильный, искренний, сердечный пастырь, и все слушают его с глубоким вниманием, и вот он проповедует и находит отклик, и его уже слава начинает здесь возрастать, и многие любят, уважают его, а на самом деле это вот Господь его проводил через путь вот таких испытаний, что быть изгнанным, быть постоянно вот каким-то отстраненным, как бы, да, ты изгой, говорили ему, он даже не мог подписываться как епископ какой-то правящей кафедры, и он подписывался как странствующий епископ в официальных документах, то есть его не принимали, и впоследствии, кстати, когда он писал письмо и Александрийскому патриарху, и Константинопольскому патриарху, и просил, говорил, что не бывает так, чтобы православный епископ, он оказался вне какой-то автокефальной церкви, то есть нужно быть где-то приписанным, значится, и ему никто не ответил, то есть вообще не ответили на его письма, и так до конца он жизни просуществовал как странствующий епископ, который не имеет здепребывающего града, как говорит апостол Павел, который как пришелец на этой земле, подобно праву Цавраму, и вот святитель Нектарий, вот такой как бы изгнанник жил, а вокруг него люди чувствовали его молитвы, тянулись к нему, и получилось так, что про него узнает королева Ольга, сама королева Ольга, упомяну кто, это наша вот русская великая княжна, Ольга Константиновна Романова, она племянница Александра Второго, и когда ей было 16 лет, ее выдали замуж за короля Греции Георга, Георг Первый, и вот она приехала туда, ей было 16 лет, ничего не знает, и ее тут же водят по разным приемам, она языка еще не понимает, и через неделю таких приемов ее нашли, как она под лестницей, плачет в обнимку с мишкой, которого она привезла с собой из России, плюшевую мишку, то есть ей 16 лет, она еще не рассталась с игрушками, у нее была тоже такая очень искренняя, добрая, открытая душа, но потом она за год, конечно, обучилась языку, и вот она занималась благотворительностью, и она, кстати, ни в какие политические интриги, склоки никогда не входила, не пыталась переделать своего мужа, влиять на него как-то политически, и ее многие полюбили, и вот она как раз находит святителя Нектария Игинского, и становится его духовной дочерью, духовным чадом, и вот именно она как раз помогла ему возвыситься, она его делает директором Афинской богословской школы, ну, или духовной школы, и туда поступали учащиеся вот из многих таких видных семей, которые не только в церкви потом служили, но и на высоких государственных должностях. Вот вы знаете, бывает, что человеку дадут власть, а он настолько вознесется, настолько у него вот эта чванливость, то он думает, что он уже пуп земли. А вот святитель Нектарий, когда он был директором, то он по-прежнему отличался от такой, вот это писали современники, какая-то детская простота, наивность, даже открытость, доверчивость, и вот когда учащиеся приходили к нему, чтобы попроситься вот там же закрытое учебное заведение, и так просто нельзя выходить, а им очень хотелось сходить в кондитерскую, пончики покушать, и они начинали сочинять. Вот один приходит, говорит, у меня, вы знаете, дядя разболелся, надо мне пойти его проведать. Он говорит, разболелся дядя, обязательно сходи, но потом сообщи мне, как его здоровье, чтобы мы молились о нем. Вот, там другой говорит, у меня зубы разболелись, вот мне там надо к стоматологу, иди-иди, конечно. Третий, вот мне надо за посылкой сходить. А четвертый подходит, говорит, вы знаете, мне нечего сказать, я ничего не могу придумать, вот мне просто хочется пойти в кондитерскую. Он говорит, ну ладно, иди. То есть, святитель Нектарий, он отличался такой добротой, и даже вот что замечали, что он иногда смотрел в окно, и вот видел каких-то людей, и он, которые незнакомы были, он молился о них, благословлял их. То есть, доброе, открытое сердце его, оно ко всем было обращено с такой вот молитвой. И один из учеников его видел, вот он был директором, да, вот святитель Нектарий, а при этом он как молился. Вот ученик как-то увидел, что он как будто объят таким вот пламенным сиянием солнечным, как будто вот прямо солнечный свет, и даже как некое пламя, пламя благодати Божией, окутывает, исходит от святителя Нектария. И часто вот он полностью погружался в молитву, и даже не слышал, когда кто-то стучал в дверь, да, и бывало так, что они и заходили, а он, углубленный в молитву, воздевал вот руки к небу, возводил вверх очи, и не слышал, что кто-то приходил к нему. То есть вот эта вот его молитвенная жизнь, она была выше всего для него. Не административные должности, не то, что ты там какой-то вот начальник высокий, а самое главное – это вот чистое сердце, отзывчивая душа и милосердие. Милосердие вот как у святителя Николая Чудотворца. Он раздавал все буквально, там еду, деньги. Бывало так, что кто-то приходит попросить, он там посылает казначей, там отдай, ну как же так, у нас же там и так немного. Ну все равно, вот дай ему сколько нужно, Господь нас не оставит. А на следующий день действительно приходит пожертвование, которое покрывает все нужды. Один раз приходит там бедный священник, и святитель отдал ему свою единственную рясу, вот говорит, я себе там еще сошью. То есть он мог отдать обувь, что угодно. И вот как-то заболел у них в школе человек, который наводил уборку. Ну у нас обычно женщины, мы их называем там уборщицами, а там, видимо, ну как уборщик, если так можно сказать. И вот он заболел, уже два месяца не появлялся, и переживал, что его, наверное, уволят. Приходит в школу, выйдя из больницы, осмотрит, там всюду чистота идеальная. И он думает, ну, наверное, кого-то наняли вместо меня, все, я теперь без работы. А ему жена говорит, ты знаешь, ты вот завтра в пять утра приди и посмотри, кто наводит уборку. Ну и ты с ним поговори, да, что, может быть, он не будет тебя там смещать с твоего места. А он приходит в пять утра и видит, что сам святитель Нектари подметает уборную. Светитель не ожидал, что он рано придет. И тот тоже не ожидал, что это сам директор школы наводит уборку. И святитель ему говорит, ты знаешь, вот ты же в больнице, вот только вышел, и тебе еще надо восстанавливать силы. Поэтому ты пока отдыхай дома, а я вот буду наводить уборку, но ты сейчас никому не рассказывай про то, что я вот так делал. И до самой смерти этот человек, до самой смерти святителю, он не говорил про это. А на самом деле я вам скажу, что я знаю, что есть и сейчас такие, и у нас епископы. Вот один епископ, наш современник, ими не буду называть, он специально приходит, допустим, в какую-то больницу и говорит, вот я хочу вам помочь и перемыть там все туалеты. Вот он одевает на себя там рабочий халат и начинает мыть именно туалеты в больнице, то есть самые такие вот вроде бы нечистые места. И этот епископ, он не чуждается такой работы. То есть на самом деле подобные люди, они есть и у нас в Русской Православной Церкви, они везде есть, потому что везде есть подлинные служители Христовы. Конечно, у него было уже очень много духовных чад, и вот получилось так, что девушки, многие девушки хотели принять монашеский постриг, а он не знал, куда пристроить и в какой монастырь, и решил сам основать катакую обитель, но нужно было найти место. И вот он отправился, я не знаю, как он узнал, в общем-то, и отправился на остров Эгину, один из таких греческих островов. И вот он приезжает на этот остров, там, кстати, потом он тоже вспоминал, что там очень были дружелюбные местные жители, они здоровались с каждым встречным, и даже собаки местные, они не лаяли на незнакомых людей, как бы повторяя вот такую вежливость людей, которые жили на этом острове. И приходит он в такой забытый монастырь, который некогда был основан на этом острове, а там одна пожилая женщина, она просто вот приглядывала за храмом, поддерживала порядок в храме, и вот когда он с ней познакомился, пришел к ней, вот он повесил на гвоздик свою верхнюю одежду, вздохнул, и она ему рассказывает, что во сне в сновидении она так и видела, что вот как он входит к ней в дверь, вешает свою рясу на гвоздик, и ей было сказано, он восстановитель монастыря. А до этого, когда она рядом с одной сосной решила посадить еще сосну, ей было сказано, чтобы она оставила место для могилы. И вот она в отдалении посадила вторую сосну, и в этом месте, которое оставлено было впоследствии, и был похоронен святитель Нектарий Игинский. И вот он собирает сюда вот этих девушек, которые хотели посвятить себя монашеству. Такое, может быть, исключительное получается событие, но иногда это было в истории, и тоже вот в пределах русской православной церкви. Такие примеры были, когда священнослужитель, то есть монах, лицо мужского пола, становится духовным руководителем женской обители. Ну, это для тех, кто вот, конечно же, необыкновенно духовно возрос, для них это возможно, а для тех, кто по законам плоти живет, конечно, это в принципе немыслимо. И туда он собирает вот этих вот девушек, они принимают монашеское пострижение, и около десяти лет он сам участвует в восстановлении монастыря, он сам носит камни, сам участвует в строительстве, сажает деревья, он шьет сам обувь, и его духовный уровень настолько высок в это время, что, ну, допустим, вот одна женщина приходит к нему из соседнего селения, говорит, что у нее оливковое дерево, да, и там вот какие-то мошки захватили это дерево, съедают, просит прийти благословить, ну, он приходит, осеняет крестным знаменем, это оливковое дерево, и тут же облако мошек подымается с этого оливкового дерева и улетает. То есть, понимаете, даже климат изменился на острове, потому что, когда там без дожди, допустим, люди приходили к нему попросить его молитв, он молится, и тут же идет дождь. Все меняется, все преображается. Во время молитвы один раз монахиня, она обернулась и увидела, как он, поднявшись над землей, молится, и лицо его преображенное сияет необыкновенным светом, то есть, как лицо действительно святого человека. И вот он любил каждый вечер беседовать на какие-то духовные, богословские темы с монахинями, а потом в ночь они вместе молились, и это была просто необычайная жизнь рядом со святым человеком. И чудес там происходило очень много, когда, допустим, строители, вот они известь должны были погашать, ходили к колодцу, а вода закончилась. И что делать? Там как бы наполовину погашенный известь, наполовину нет, и, в общем, все может испортиться. И он тогда пошел, тоже осенил крестным знаменем колодец, и вода тут же появилась. Они продолжили свою работу. То есть, вот благодатная такая помощь через него приходила мгновенно, потому что сам святитель Нектария, он всецело был вместе с Господом. Но возникали разные искушения. Вот один раз пришла в его монастырь девушка, которая сбежала от деспотичной матери. И потом эта вот мама, видимо, там было какое-то, может быть, даже у нее психическое расстройство, она оговорила старца, якобы от него вот эти вот собравшиеся послушницы, инокини, якобы они от него рожают детей, бросают их в колодец. И даже было организовано расследование. И приехала такая вот комиссия следственная, они очень жестоко вели себя по отношению к старцу, но оказалось, что ничего нет, никто никаких детей там никуда не бросал, да и детей не было. И медицинская комиссия подтвердила невинность, инокинь, ну, к сожалению, проводилось такое расследование. А потом сам следователь, он был наказан какой-то тяжелой болезнью, приехал с раскаянием к святителю Нектарию. Ну, а мама, она, вот той девушки, она, конечно, пострадала сильно психически, но, может быть, у нее и было вот это психическое расстройство. Вот. Святитель Нектарий неоднократно видел ангелов, то есть, Господь ему открывал самые такие вот тайны небесного царства. И сохранился случай, когда вот у нас с одной инокиней гулял по обители, и он спрашивает ее, вот, ну что, сестра вот такая-то, а ты вот хотела бы увидеть своего ангела-хранителя? Она, ну, не ожидала такого вопроса, говорит, конечно же, я очень хотела бы увидеть своего ангела. А он ей говорит, посмотри, он же перед тобой стоит. И она действительно вдруг увидела, и настолько вот для нее это было необычным, видение вот этого светоносной ангельской силы, что сам святитель Нектарий пожалел, что он ей открыл, дал ей вот это видение ангела, потому что для человека неготового это становится, ну, в каком-то смысле таким вот потрясением увидеть ангельскую небесную силу. А для самого святителя Нектария это было чем-то, в общем-то, ну, не то, что вот заурядным, но это давалось ему неоднократно. И вот однажды он даже сподобился созерцать Пресвятую Богородицу, которая шла в окружении ангельских чинов, святых небесных сил, и они воспевали песнь, которую святитель Нектарий даже записал. И это, наверное, вот единственное песнопение последних веков, которое было написано, вот как, как даровано именно ангелами, как некое сверхъестественное откровение. То есть мы знаем, есть вот священное писание, потом мы знаем, ну, допустим, Игнатий Богоносец, он созерцал ангельские чины, которые попеременно вот в антифонах воспевали Святую Троицу, еще говорят про молитву Святые Божие, Трисвятые, Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. А вот в наши века уже святитель Нектарий в самом начале XX века сподобился вот такого видения, и он не просто услышал, он запомнил это песнопение и записал его. То есть это единственное песнопение, которое запечатлено прямо вот из уст святых ангелов, и вы все можете с ним познакомиться. По-гречески это огни парфены, или вот у нас поется, как в переводе, чистая дева владычицы. Да, поэтому, если есть возможность, обязательно послушайте. А святитель Нектарий, он отличался и прозорливостью. Когда к нему приходили на исповедь его ученики и вот эти вот послушницы, то он иногда даже открывал то, что они сделали, но не исповедовали. Был немножко такой комичный случай, когда одна послушница, вот она недавно поступила в обитель, и она там приглядывала за овцами монастырскими. И вот какая-то резвая овца все время убегала от нее, удирала куда-то. Ну и когда она догнала эту овечку, то от раздражения укусила овцу за ухо. И потом вечером приходит на исповедь к старцу, ну что-то она исповедовала, а он ее не благословляет после этого, не дает ей благословения. Говорит, а все ли ты исповедовала, вот сестра такая-то. Она говорит, да все, батюшка, как же все, а кто сегодня овцу за ухо укусил? То есть, оказывается, мы не должны даже обижать животных, потому что это тоже творение Божие, да, если мы не милосердны к животным, значит, в нас внутри уже живет какая-то жестокость, и она потом может проявиться и к людям, кому угодно, да, и святитель Нектарий, он все это видел, чувствовал и помогал в себе преодолевать вот тем, кто приходил к нему. Ну, а последние годы его, конечно, тоже были наполнены разными болезнями, просто если человек святой, это не значит, что он будет жить без скорбей и каких-то бед. Если даже ты станешь чистым, как ангел, то все равно ты будешь мучиться и скорбеть и страдать в нашем грешном мире, потому что твое сердце прогникнется о ком-то болью, потому что грехи мира, они вызовут в тебе огорчение, и ты будешь сам нести какие-то болезни, скорби, потрясения, которые сопровождают нашу земную жизнь, и святитель Нектари, он в конце стал испытывать такие достаточно сильные боли, и, ну, кто-то говорит, что это было воспаление предстательной железы, а другие источники говорят, что это была именно вот раковая болезнь, да, уже такая неизлечимая, и когда уже она усилилась, то его повезли и положили в больницу, то есть, получается, видите, он сам чудотворец, прозорливый, через него там подаются какие-то ну, явные такие чудеса, там, и сама природа меняется, но это не значит, что с тебя снят крест, вот что дано понести, то ты должен терпеливо, смиренно принять, чтобы понести участь Христова, и его привозят в больницу, а он такой ведь бедный, не имеет средств, и в простой монашеской одежде, говорит, и в больнице спрашивают, говорят, это вы монаха привезли к нам? Нет, это епископ, как же епископ? Впервые вижу епископ без панагии, тем более без денег, и вот положили его в отделение для самых бедных, и там он около двух месяцев находился, и отошел ко Господу, поэтому к нему молятся, как тому, кто помогает в онкологических болезнях, к нему обращаются, как заступнику в каких-то очень тяжелых, вроде бы неизлечимых заболеваниях, и многие получают помощь, многим он приходит и исцеляет от этих болезней, кстати, когда вот он только-только, когда он еще даже лежал, и вот ему там какие-то повязки накладывали, то эти повязки уже пропитывались благовонным миром, он еще даже не умер, вот врачи это вспоминали, а потом, когда он уже отошел ко Господу, и тело его несли в гробу, то вот те, кто несли гроб, у них у самих даже заблагоухали одежды, как бы пропитались благовонным миром, и эти одежды они потом повесили вот у себя и хранили как какую-то святыню, уже не одевая эту одежду, то есть вот благодать Божия, которая преображает душу человеческую, она же преображает все вокруг, и хотя святитель Нектарий понес вот эти страдания, но в этих страданиях он становится нам близок, близок тем, кто здесь на земле терпит ну всевозможные беды, скорби, невзгоды, страдания, поэтому вспомним, что он видит наши просьбы, слышит наши молитвы, он поможет тем, кто к нему обращается от самого сердца, и когда вот он сейчас на небесах, то он даже еще больше может помочь, нежели когда он помогал, находясь на земле, поэтому сегодня конечно же общецерковное такое торжество, ибо чадо Божие, святитель Нектарий, который на земле созерцал ангелов, саму Пресвятую Богородицу, он ныне в соборе ангельских сил предстоит пред Господом и молится о всех о нас, святителю отче Нектария, моли Бога о нас. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok